Доброе утро, Олимпиаде! 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 Да, и представьте себе, зал, здесь стоит больше 800 человек, и я об этом абсолютно ничего не знала, для меня это был сюрприз, и нас я могла отказать, когда люди хором скандировали «Скажи да!». И очень приятно, спасибо, и очень приятно, что совсем недавно в журнале мира «Реплейм» была история нашей любви, и, конечно же, это очень-очень здорово, и очень приятно, что сегодня поздравляли девушку с днем рождения, и я свой день рождения единожды отмечалась компанией «Реплейм» на золотых конференциях в Париже. Это просто потрясающе, поэтому те возможности, которые есть в нашей компании, мы любим, мы гордимся, и когда вчера Олимпиаде задал вопрос, какие у вас ассоциации с компанией «Реплейм», первое, что у меня было, это гордость. Я горжусь, что я сотрудничаю с такой замечательной компанией. Ну а сейчас это создение нашей работы, да, у нас, конечно же, мы понимаем, что важно работать с ней. Те пункты, про которые мы будем говорить, мы их делали, но делали это случая в случае. Раз в каталог, то есть проведем вебинар, да, раз не проведем, и так далее. Но мы поняли, и мы миксуем онлайн-работу и оффлайн, у нас есть система рекрутирования оффлайн, и немного есть в онлайн-рекрутировании, у нас есть система сопровождения и обучения, система мотивации. Мы активно на нашей работе используем соцсети, скайп, вебинары. YouTube есть у каждого нашего лидера, где каждый день укладываются как мотивационные видео, так и обучающие, которые помогают, конечно же, нашим новичкам в сопровождении. Да, каналы на YouTube есть у многих лидеров, и они сами их идут. Ну а сейчас что мы делаем? Каждое утро мы проводим утренние вебинары, планерки с ключевыми партнерами. Зимой это было с 9 до 10, сейчас летом мы переходим на расписание ленья с 8 утра. Это помогает, это мотивирует, но еще чуть позже мы расскажем об этом подробно. Два раза в неделю мы проводим вебинары по темам курсы навыки успешного консультанта, которую компания нам так успешно презентовала. Эти вебинары проводят лидеры, они рассказывают о своих успешных методах работы, каждый каталог, они их практикуют и рассказывают именно об этих моментах. Вебинары по продукции мы ведем два раза в неделю с демонстрацией, с фишками и с онлайн-мастер-классами. Тоже остановимся чуть подробнее позже. Два раза в неделю проводятся у нас вебинары, мы также активно сопровождаем группы в соцсетях, также активно у нас проводятся онлайн-мастер-классы. И на вебинарах мы проводим розыгрыши подарков, прямо здесь, в прямом эфире, разыгрываем абсолютно все. Опять же спасибо огромной любимой компании, что в подарках у нас вообще нет никаких ограничений, потому что мы сами как лидеры очень много подарков получаем и разыгрываем абсолютно все. Косметические наборы, бытовую технику, золотые даже аксессуары. И обязательно в условии это сделаем определенное количество баллов и будь на вебинаре. И в процессе вебинара делается звонок, и лидер, в зависимости от него технических возможностей, его сам включается. Ну, не лидер, вернее, а даже и просто консультант. Если нет такой возможности, мы звоним по телефону сразу здесь, который он пишет в чате. И по трогой связи, значит, он выражает свои эмоции, свои вау, и это мотивирует других людей активно подключаться и принимать участие в следующих акциях. Наши команды директоров, мы очень активно проводим акцию, как вы фишечки, да? Тот, кто пригласит больше всего людей на вебинары, получает от нас приз. Да, мы придумали разную систему, чтобы было видно, от какого лидера сколько человек присутствует на вебинарах. Причем это как и от менеджерских команд, и от директорских. И здесь же объявляем, какая команда у нас сегодня лучшая, какая команда сегодня здесь присутствует в наибольшем составе. И тоже дарим разные призы, как лидерам, так и призы на команду. Вот, ребят, следующий пункт, про который я расскажу. Вы знаете, люди, наверное, наши консультанты, менеджеры и директора сами, мы ждем его с отдельным каким-то вдохновением, да? Люди рассказывают про свои мечты. Вы знаете, он у нас стоит каким-то особняком. Люди с таким вдохновением рассказывают про их на этих вебинарах про свои мечты, про коллажи, как они их делают, как они сбываются. Они их берут, снимаются в стенки, вот в формате А1, прямо перед вебинаром показывают, да, что именно вот это живые, не онлайн сделанные, а живые коллажи. Ну, есть и онлайн коллажи, и видеоролики тоже про коллажи мы делаем, то есть мы тоже этим уделяем достаточно большое внимание. Также мы, конечно, используем соцсети, оформляем свои страницы. Очень приятно было услышать вчера, что мы делаем правильно многие моменты, что следим, и личная страница в соцсетях – это личный бренд каждого человека. И здесь уже видно сразу, как вы себя позиционируете, да, что хочет человек донести своей этой личной странице, о чем он хочет рассказать. И мы проговаривали на вебинарах, на эту тему также говорим очень много. Мы устраиваем разные акции в соцсетях. В соцсетях наши лидеры ведут свои группы, проводят викторины, причем как участвуют в других разных группах по интересам. У нас есть лидеры, которые любят уходили, и у них есть огромные группы на эту тему, и они также там говорят о продукции, которые поддерживают разные темы, знакомятся с людьми, и точно так же это один из методов рекрутирования. Также они организуют свои группы, супермамочки, Арифлейм, Барнаул, Арифлейм, ну мы работаем и на Алтайске, и в Барнауле, потому что у нас рядом города находятся примерно 15-20 минут езды. То есть это тоже соцсети, это очень хороший инструмент, и в разных мы соцсетях работаем, и лидеры имеют страницы в разных соцсетях. Действительно, это хороший метод. Скайп. Вот, ребят, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто в своей работе использует Скайп? Сто процентов. Действительно, шикарный инструмент, который позволяет нам, как проводить онлайн активности, да, как сопровождать. У нас есть Скайп для новичков, для менеджеров, для директоров, для консультантов. По Скайпу мы проводим планерки, по Скайпу проводим собеседования. Также в Скайпе мы обмениваемся новой информацией, делимся опытом, фишечками. Если днем это работа, то вечером, знаете, некое такое вот, ну, наверное, как-то, дело времени потихий час, да, то здесь мы обменимся фишечками, которые в течение дня у нас консультанты наработали. Конечно, с какими-то улыбками, смайликами, все это проходит очень здорово. Да, в Скайпе уже много разных групп, по разным, опять же, интересам. Есть группа по интересам, есть, например, вот сейчас у нас есть группа «Новые звания», кто запланировал себе на 2015 год новое звание, и мы добавили, сделали отдельную группу. У нас, как же, есть группа тех лидеров, кто летит в Москву, и также мы даем туда какую-то информацию. Есть группа, где и потребители, и мы говорим там о продукции, сбрасываем туда информацию, ссылки на вебинары или на продуктовые ролики. Также активно используют в нашей работе обзоны, смс-рассылки. Это старый добрый метод, который работает и будет работать. И используют таблицы с сопровождением ключевых партнеров. Тоже про таблички расскажем чуть позже. Ну, вот так вот управляют свои странички в соцсетях. Причем, вот знаете, не просто нужно сделать эту страницу, а нужно туда еще и добавлять ваших людей, да, добавлять консультантов. Когда мы рекрутируем разными методами, первое, один из вопросов, который мы задаем новичку, в какой соцсети ты зарегистрировал. И, соответственно, в той соцсети мы ищем этого человека, добавляем его на свою страницу или добавляем в группу. И, естественно, сопровождение становится намного проще. У нас есть группы с вами с историями, в группах проводится конкурс с викторины с подарками. В группу мы выкладываем фото с чеками с мероприятий, с поездок, разные ролики, фото с получением перечислений, и когда открывают видели свои пэп, то есть очень много страничек обновляем, постоянно добавляем туда новую информацию, и чтобы это было интересно, работаем тоже с статусами. Статусы тоже меняем постоянно, и добавляем туда картинки, чтобы это завлекало, привлекало и создавало больше возможности. Вебинары проводим каждый день, и на тех вебинарах, на которых мы даже не говорим о продукции, мы обязательно делаем письминутку, потому что продукт – это наш ключевой момент, о котором должны разговаривать постоянно. Продукт показываем в прямом эфире, сразу здесь наносим, говорим о консистенции, говорим о как пахнет тот крем, о как положительная тональная основа, посмотрите. Конечно же, основное условие – это, чтобы у вас было нормальное освещение, чтобы это было не было. Поэтому у нас там несколько настольных ламп, которые мы под разным ракурсом, и также от наших лидеров мы тоже делаем такие рекомендации. И вот одна из вещей, которую мы стали проводить – это онлайн-мастер-классы в прямом эфире, все наносит, либо спикер делает на модели, либо делает сам себе, и потрясающий результат. Вот таким образом мы делали мастер-класс нашим аппаратом с Кимпро, после этого люди опять же писали отзывы уже на завтра, стали делать заказы и серии спа, которые мы тоже проходим, спа-мастер-класс, и стали заказывать с удовольствием себе наш новый массажер. Вот такие вот продуктовые источники мы загружаем в соцсети. Ребята, действительно, мы их делали сами, сделать их легко в бой, в панте, да? Но сейчас компания добавила шикарнейший инструмент, шикарнейший момент. Да, мы их весь бой очень было тоже приятно услышать вчера про то, что теперь наша работа будет легче, потому что вот такие продуктовые открытки, листовки, рекламки, мы их делали всегда, мы их просто печатали, раздавали в офисах консультантам, которые бы хотели забирать свои заказы, делали это с дегустацией продукта. А сейчас мы их просто, как делаем, как фотографии, да, в пауэр-поинт сделаете слайд, сохраняете его как фото, и эту фотографию легко загружаете на свои страницы. И обязательно добавляем в свои комментарии, еще под этим рисунком отзывы, причем также лидеры друг у друга пишут на страничках, чтобы создать активность, да? И мы проводим, например, акции про кто какая листовка соберет больше лайков, и, соответственно, за это тоже приз. И лидеры, конечно, пишут своим потребителям про лайки, там, вот мои листовки, потому что я вот борюсь за какой-то приз. И люди не просто ставят лайки, ну, конечно, есть такие, кто просто лайкнул, но есть те, кто начинает интересоваться, задавая вопросы, да, и тем самым включают вот эти продукты в свой заказ. Еще мы проводили по вебинарам проект «Сан себе лизажист». То есть, опять же, у нас девушка, которая косметолог, она проводила, рассказывала про разные типы макияжа, показывала это тоже на вебинаре, но тем самым мы повысили еще и декоративную косметику в нашей команде. Ну, и, конечно же, продуктовые ролики, продуктовые вебинары, мы тоже их все записываем и выкладываем в соцсети. Причем пользуются своими и пользуются тем, что нам дает наш участник филиал. Мы также присутствуем на всех вебинарах и используем эту информацию. Спасибо. Два раза в неделю проводим вебинары по темам «Курсы навыки успешного консультанта». Проводят их лидеры, которые в течение каталога взяли одну из тем, они ее прорабатывали, они ее рассказывали именно вот как в течение каталога они практически ее применяли. Да, то есть мы берем, например, смотрим у кого из лидеров, что лучше. У кого рекрутирование, значит, он идет к тему рекрутирования со своими фишками, со своим опытом. У кого интересная тема оформления каталога и повышается сомненький заказ, значит, мы этого лидера просим, чтобы он поступил на вебинаре с этой темой. Вот у нас девушка, она сделала вот такой яркий каталог, наклеила туда свои, значит, еще комментарии к продуктам, сделала фото, и до фото выставила в соцсети. Опять же, оно у нее набрало больше лайков. Еще мы проводили тоже конкурс по онлайн, чей каталог вот с такими листовками соберет больше лайков. И тем самым, поэтому к каталогу у нее стали делать заказы через интернет. Это действительно моя любимая тема, таблички. Вы знаете, ребят, внутри у меня немецкая кровь, и таблички вел постоянно. С уровня, наверное, как он помню, активно стал работать, с уровня 12% я вел все возможные таблички. Когда мы сейчас с вами работали, у меня их было порядка, показывал, да, свой пример. Было порядка, наверное, 12 различных таблиц. Это и активность, и продуктивность, и сопровождение, и посещаемость вебинаров, то есть огромное количество было таблиц. Ну, мы сейчас взяли одну табличку и ее используем для наших ключевых партнеров. То есть, когда у вас уже есть ключевый партнер, который сказал, я хочу работать, и пусть он даже на 3 или на 6 процентах, и у него уже есть команда потребителей. И чтобы приучить его знать все акции, изучать все возможности, которые нам дает компания, в том или ином каталоге, тем более акций у нас очень много, то мы предлагаем вам вот разработить вот такую таблицу. У кого сколько баллов лояльности, у кого какая 50% скидка, кто участвует в акции, семи соблазн, кто на руку в шаге, и кто сколько раз какой посетил вебинар, это легко и просто, и уже с первых шагов приучает человека к ответственности за свою команду. Знаете, это очень важная работа к тандеме. Если я эти таблички придумал, их было много, то Наташа, она вот со своим видением, она видит и понимает, что это надо улучшать, это надо, как говорится, сводить к минимуму, да? И все мои таблички просто свели вместе в одну, и получилась очень хорошая опублицированная система. Ну, это, конечно, тоже наша фишка, мы этим, этому радуемся. Сначала этот метод у нас задевался, как «Разбуди себя» он назывался, чтобы себя настроить на работу, но и мы, конечно, активно включили сюда всю свою команду. Вот такие утренние лидерские планерки мы проводим каждый день. И даже когда нас нет, наши лидеры проводят и без нас. Сначала все планерки вели мы, только мы и не мы, да? Теперь мы стали распределять заранее темы, то есть вот мы заранее готовимся. Раньше, опять же, тема были хаотична, теперь четко и конкретно по каждой неделе, да? Мы смотрим, какие акценты нам дает компания, и эти акценты мы отступим на своих утренних лиминарах. Это инструмент по развитию лидерства, это инструмент по активности, и таким образом мы держим руку на пульсе у нашей команды и видим, кто в каком настроении, потому что лидеры слушают тему, мы включаем информационный ролик, и кто-то из лидеров выступает со своими, что было сделано вчера хорошо, что запланировано на сегодня, это идет обмен. Опять же, идеи в команде, это лидеры сами мотивируют друг друга, они не что с мотивацией от нас, они мотивируются действиями и результатами от действий друг друга. Знаете, когда действительно задумывался, как проект разбуди себя, но в дальнейшем уже когда мы, ну, как это обычно бывает на вебинарах, да, мы зовем, 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 людей не идут, но стоит человеку побывать на нашей утренней планерке один раз, вы знаете, и регионы тоже присоединяются, они с таким вдохновением, восторгом рассказывают, что сегодня было, какой он заряд бодрости и мотивации получил на день, если это начиналось с пяти лидеров, то сейчас это уже более 20-ти пяти лидеров, которые внутренние планерки ходят с прививками на войну. Да, и мы понимаем, что сейчас мы приглашаем ключевых партнеров, мы понимаем, что люди работают, но есть те, которые работают по скользящему графику, не каждый день с утра, есть те, у которых есть возможность на работе включиться, и у нас есть такие, которые сидят тихонечко там в наушниках и присутствуют на нашем вебинаре, находясь это время на работе, то есть это работает, и это дает свои результаты, видим, как интересировалась тоже команда, как им это нравится, как они уже сами, если вдруг утром вдруг нас нет, они уже сами звонят где, что, как-то и чего, и сами включаются, и сами активизируются легко. Также активно работает с зонос-продукцией, и я считаю, что работает с зонос-продукцией, так же как с космисикой, с мастер-классами, я считаю, показываю, к примеру, надо на себе. В марте, собственно, 25 марта прошлого года я решил начать именно систематично работать с продукцией вебинарной, так же, значит, работать это на себе, ее применять. Минус 19 килограмм с помощью наших кутейлях, с 30 килограмм. Спасибо. Мы за это как-то люди, да, в профессионной лице, поэтому мы активно продвигаем нашу продукцию вебинарной, рассказываем лидерам наших про спортклубы, что надо ходить, заниматься. В спортклубах рассказываем также про продукцию вебинарной. Спортивные тренера, вы знаете, посмотрев, конечно, кто вот ходит в спортзал? Поднимите руку, ребят. Огромное количество, здорово. И, наверное, все знают, что в крупных спортзалах тренер продвигает свою продукцию, да? Ну, это нормально, это, в принципе, работа у них такая. Но когда я своему тренеру ему показал наш продукт, он говорит, возьми продукт, и приедем, и он говорит, что? Я ему показываю. Он посмотрел, когда он сказал, витамины, классно, увидел коктейль, ну, хорошо. Ребят, но когда он увидел наш спаршивый суп, и посмотрел, сколько там грамм белка, он мне на ушко шипнул, закажи. Ребят, это лучший продукт, который компания могла сжимнуть для спаршивого суп. Количество белка больше даже, чем красный. Отлично, сам смотрел. Ну, и, конечно, мы продвигаем велнесс не только как следство для того, чтобы скорректировать вес, мы также собираем очень много истории, и многие видели, отмечают, насколько улучшено состояние, активность, насколько они стали более обнустными, насколько они больше успевают делать за день, им захотелось, просто хочется, когда ты пьешь коктейль и витамины, просто хочется быть еще более активным, хочется заняться бегом, плаванием, пойти в спортзал, на себе проверяла. Действительно, все это очень классно работает. Мы не представляем свою жизнь без велнесс, и всегда, когда мы говорим о велнесс, мы говорим, что нам просто очень сильно повезло, что мы имеем возможность использовать продукт, шведский продукт для такого высокого качества. И, конечно, наши люди тоже все это подхватили, они также стали говорить про велнесс, и мы используем рейтинги велнесс в своих командах, и также среди директоров, и среди менеджеров, чтобы увидеть, в чьей директорской структуре большее количество, в чьей даже менеджерской структуре большее количество велнесс-балов проходит. Мечты. Ребят, это один из самых наших главных инструментов о мечтах. Мечты, с помощью мечт, но с помощью мечт, у нас, у нас, наверное, это фундамент нашей мечты, и, конечно же, мы наши мечты, мы работаем с ними профессионально. Конечно, мы всегда начинаем с себя. И когда говоришь о работе фринклэйн, да, первое, что мы еще начинаем, это главное дать понять человеку, вернее, помочь ему понять, зачем ему нужен этот бизнес, что он хочет изменить в своей жизни, что он хочет улучшить. И мы говорим про это всегда, начинаем с себя, садимся и пишем, что мы хотим, садимся и прописываем, просчитываем, сколько это стоит, смотрим, на какой лестнице успеха, на какой ступени мы можем себе это позволить, пишем план и начинаем работать. Мне нравится, как шведы приглашают на работу. Ребят, наверное, многие слышали, да, что первый вопрос, кто, кстати, знает, скажите, какой первый вопрос задает шведы, когда приглашают человека на работу. Слышали? Наташа, я решаю вам, что нам очень много об этом рассказывает. Ребят, первый вопрос, который задают, когда шведы принимают на работу, а есть ли у тебя мечта. И мы andraщим также в нашей команде людей на первых презентациях, когда человек активно решает работу и спрашивает, а есть ли у тебя мечта, Готов ли ты к ней идти? Готов ли ты действительно каждый день работать на свою мечту? Многие люди даже не понимают, о чем вам мечтать. Они живут и живут. И мы, конечно, помогаем им это сделать. Мы активно говорим про коллажи. У нас есть вебинары про коллажи, где люди делают и в электронном варианте, и делают в обычном варианте. Клеят, да, наклеивают, потом это все фотографируют. И озвучивая и рассказанная, что уже сбылось, тем самым они улучшают веру, да, повышают веру у нас остальных людей, которые дальше присоединяются и делают свои коллажи мечты. Также мы их постоянно обновляем, потому что то, что мотивировало вчера, может уже совсем не мотивировать сегодня. Так что делаем коллаж зимой, не в боре, с началом года. Сейчас обновляемся к весне, дальше будет улучшаться к лету и так далее, и так далее. Постоянно муссируем и говорим эту тему. Ребят, очень важно коллажи делать самим, продвигать их в командах именно с личного примера. Потому что, если ты хочешь, хочешь, что вот это он сделал коллаж, но Аль, пригласил же человека я, поэтому важно на собственном примере показывать, говорить и рассказывать, как мы делаем. Да, и по мебинару это в общем-то сделать тоже не сложно. Показать куда коллаж и 5-ти минутка на некоторых мебинарах он здесь 5-ти минутки помечтал, где вот прям раз, не переключился, рассказал и дальше поехал в мебинар. Ну и вот такие вот коллажи у нас стали командные. Сначала были индивидуальные, и потом мы решили попробовать сделать командный коллаж мечты. Поездка в Москву для многих людей из нашего региона – это просто событие. Ну и я сама в Москву как раз полетела в 25 лет, и для меня это, конечно же, было вау. И сейчас у нас есть люди, которые либо в советские времена там были, либо не были вообще. И мы просто стали про это говорить. Мы сначала поместили на коллаж тех, кто просто желает увидеть Москву и побывать на мероприятиях Альплей. Увидеть этот размах, увидеть этот масштаб, увидеть сколько лидеров съезжаются в одно место в одно время. Мы сделали коллаж, и он сработал, что в этом году 22 человека с нашей команды уже выкупили билеты и забронировали гостиницу в Москве. Ребята, вот этот коллаж командный имеет огромную силу. Вы знаете, люди с таким рвением, с таким желанием хотят туда попасть. Когда мы, когда у нас новичок, консультант, планирующий поехать в Москву сюда, он купил билеты и денег, и он не увидел себя на этом коллаже. Вы знаете, с такими где-то хорошими мыслями претензиями, а почему ты меня еще не поместил на командный коллаж? Мы же ему показывали на вебинарах на всех. Вот эта картинка, она, наверное, во сне им снится, они ее видят, и чтобы попасть туда, действительно, они очень много делают. Здесь у нас не новички, здесь у нас лидеры как минимум с 9% и выше. То есть весь новичок сказал, да, нет, покажи, пожалуйста, как ты работаешь, покажи результат, это 6-9%. Только тогда мы тебя пригласим на какое-то командное мероприятие вот именно такого масштаба, такого размаха. И уже пошла публикация в команде, директора стали делать свои коллажи, вот, например, конференция Шар Мальшей, да, также пиарится в директорских командах, и они уже мечтают и делают результаты, чтобы участвовать в этой конференции от компании. Но сейчас, конечно, по возвращению мы приедем и сделаем коллаж на новую золотую конференцию, которая пройдет еще и вместе с менеджерской конференцией, и уже так вот себе поставили очень хорошую задачу. Надеемся, что все выполним. Скажу по секрету, мы поставили себе коллекционную цель, чтобы поехало туда уже 100 человек. Спасибо. С вами все секреты, да, расскажу. Ребят, год активной работы, все это видно очень хорошо в цифрах. Год активной работы, анализируя, просматривая именно проценты активности, да, мы видим, действительно, насколько изменилось с нашими активностями онлайн и оффлайн, именно у миксовой работы, можно действительно посмотреть цифры. Средний процент активности по командах составляет 82,5%. Средний заказ по команда в 75 баллов. Количество подписок wellness увеличилось в 3,5 раза, да, мы рассказали, почему это все активно вводим wellness. Wellness баллы припаялись до 146%. И самый главный показатель роста – это в 2 раза увеличились наши 22% группы. Ну и, конечно, основной инструмент, основной козырь, да, которым мы используем, которым мы гордимся – это ключевая команда. Мы сами являемся активными лидерами в команде вышестоящего спонсора Удочкиной Нелли, которая в этом каталоге закрывает звание бриллиантового директора, которая сегодня будет вступать здесь в качестве спикера и также рассказывать о системе работы всей команды. И по тем же принципам, которые продвигаются в команде вышестоящего спонсора, мы строим, создаем и развиваем свою команду. В команде легко запускать новые проекты, легко выходить на новые результаты. Обязательным условием, обязательный фокус, который мы держим в каждом каталоге, это чтобы каждый каталог рождались новые уровни 6, 9, 12, 15, 18, чтобы ни один каталог у нас не прошел без новых результатов. Мы это отслеживаем, мы в начале каталога спрашиваем, кто запланировал новые результаты, в конце каталога спрашиваем, анализируем, что получилось, что не получилось, почему не получилось. То есть постоянный фокус на рост, на новые уровни в команде. Ну и в заключении нашей темы мы хотим вам пожелать «Мечтайте…»